Дорогие читатели Таких как «Очарованный странник», «Леди Макбет» Пациентского уезда, «На ножах», «Соборяне», «Левша» и многих других Лев Николаевич Толстой называл его самым русским из наших писателей И считал, что Лесков – это писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна Предлагаю вашим увыбанием отрывок из рассказа Николая Лескова «Зверь» Действие рассказа ведется от лица пятилетнего мальчика, который приехал в гости к дяге в помещище Русальни В XIX веке среди помещиков были страстные любители охоты, в том числе и на медвине Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из верлоги брали и привозили маленьких медвежат За медвежатами смотрел и кормил их молодой доезжач Доезжачий – это дворовый человек, обучающий охотничьих собак Его звали Ферапонт, но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили Храпон или еще чаще Храпошка Я его очень хорошо помню Храпон был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень, лет 25 Храпон считался красавцем Он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же и большими глазами на выкате К тому же он был необычайно смел Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного умного Который представлялся наиболее смышленным и благонадежным по характеру Такого отделяли от прочих собратьев, и он жил на воле Ну, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку Но он главным образом должен был содержать караульный пост у столба перед воротами Тут он и проводил большую часть своего времени Или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх, до беседки И здесь сидел, или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки Жить такую привольную жизнью могли не все медведи, а только некоторые Особенно умные и кроткие И то не всю их жизнь А пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей То есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека Медведь, который нарушил спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть От этого приговора его ничто не могло избавить Храпон же отвечал за то, если сделает неудачный выбор Но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя Которому было дано необыкновенное имя Медведей в России вообще называют мишками А этот носил испанскую кличку Сганарелли Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал пока еще ни одной шалости Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уже целых пять лет В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим матерым медведем необыкновенной силы, красоты и ловкости Умен Сганарель был как Путин и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы Он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах Умел бить барабан, маршировал с большой палкой, раскрашенной в виде ружья И со своеобразным шиком присмешно надевал себе на голову высокую мужичью островяхую шляпу С павлиным пером или соломенным пучком, вроде султана Но пришла роковая пора Звериная натура взяла свое и над Сганарелем Незадолго перед моим прибытием в дом дяди Тихий Сганарелем вдруг провинился сразу несколькими винами Из которых при том одна была другой тяжче Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих Для первоученки он взял и оторвал крыло гусю Потом положил лапу на спину бежавшего за маткую жеребенку И переломил ему спину И, наконец, ему не понравились слепой старик и его поводырь И Сганарель принялся катать их по снегу Причем поотоптал им руки и ноги Слепца с его поводырем взяли в больницу А Сганареля велели Храпону отвезти и посадить в яму Откуда был только один выход На казнь При отводе с Ганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни Произошли очень большие трогательности Храпон не употреблял против него ни малейшего насилия А только сказал «Пойдем, зверь, со мною» Медведь встал и пошел Да еще, что было смешно Взял с собой шляпу с соломенным султаном И всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись Точно два друга Они такие и были, друзьями Настало время вынуть Сганареля из ямы И пустить его на растерзание Дядя махнул положенным на его вольтрап белым платком И сказал «Делай» Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди Выделилось человек десять И пошли вперед через поле Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно Которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нему Как по лестнице Другой конец бревна опирался на край ямы И торчал из нее на рашину Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию Которая приближала к самому любопытному моменту Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу Но он очевидно понимал, в чем дело И не показывался Началось гоняние его в яме С нежными комьями и шестами с острыми наконечниками Послышался рев Но зверь не шел из ямы Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму Но Сганарель только сердитие зарычал И все-таки по-прежнему не показывался Тогда откуда-то из-за цепи вскач Подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровы На которых лежала куча сухой рожаной соломы Солома была разделена на три кучки Разом зажжена и разом же с трех сторон сгинута, зажженная в яму Вне пламени остался только один тот край, которому было приставлено бревно Раздался оглушительный, бешеный рев Как бы смешанный вместе со стоном Но медведь таки не показывался До нашей цепи долетел слух Что Сганарель весь опалился И что он закрыл глаза лапами И лег вплотную в угол к земле Так что его не стронуть Гневное распоряжение дяди заключалось в том Чтобы храпошку спустили в яму И чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю И вот храпон был на месте Он казался очень взволнован, но действовал твердо и решительно Немало не сопротивляясь барскому приказу Он взял с дровней веревку, у которой была прихвачена Привезенная минуту тому назад солома И привязал эту веревку одним концом Около зарубки верхней части бревна Остальную веревку храпон взял в руки И держась за нее, стал спускаться по бревну На ногах в яму Страшный рев с гонорели утих И заменился глухим ворчанием Зверь как бы жаловался своему другу На жестокое обхождение с ним со стороны людей Но вот и это ворчание сменилось совершенно тишиной «Обнимает и лижет храпошку!» Крикнул один из людей, стоявших над ямой Из публики, размещавшихся в санях Несколько человек вздохнули, другие поморщились Многим становилось жалко медведей И травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия Но описанные мимолетные впечатления Внезапно были перерваны новым событием Которое было еще неожиданным И заключало в себе новую трогательность И створила яма Как бы из преисподней Показалась курчавая голова храпошки В охотничьей круглой шапке Он взбирался наверх Опять тем же самым способом, как и спускался То есть ферапонт шел на ногах, по бревну Притягивая себя кверху, крепко завязанным к концу бревна веревки Но ферапонт выходил не один Рядом с ним, крепко с ним обнявшись И положив ему на плечо большую косматую лапу Выходил с гонорелем Медведь был не в духе и не во фантажном виде Пострадавший и изнуренный По-видимому, не столько от телесного страдания Сколько от тяжкого морального потрясения Он сильно напоминал короля Лира Он сверкал из-под лобья Налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами Так же, как Лирон был и взъерошен И местами опален А местами к нему пристали и будылья соломы Вдобавок же, как тот несчастный венценосец с гонорелем По удивительному случаю сберег себе нечто вроде венца Может быть, любя ферапонта А может быть, случайно он зажал у себя подмышкой шляпу Которой храпошка снабдил его И с которой он же поневоле столкнул с гонорелем в яму Медведь берег этот дружеский дар И теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга Он, как только стал на землю Сейчас же вынул с подмышки жестоко измятую шляпу И положил ее себе на макушку Эта выходка многих насмешила А другим зато мучительно было ее видеть Иные даже поспешили отвернуться от зверя Которому сейчас же должна была последовать злая кончина Эта история происходила накануне Рождества И что стало с медведем, с дядей мальчика и ферапонтом Вы узнаете, прочитав полностью рассказ Николая Лескова «Зверь» Спасибо за внимание